В спорткомплексе юбилейной республиканской столицы прошел турнир по мини-футболу среди правоохранительных органов, посвященный Дню Сотрудника Органов Внутренних Дел России и Столетию Общества Динамо. Девять команд боролись за Кубок Чемпиона. На состязание побывал и наш корреспондент Анлихан Непшоков. Зрелищная игра и прекрасная борьба между футболистами команд не оставляли равнодушными зрители. Девять команд различных сотрудников правоохранительных органов демонстрировали профессиональную технику игры. Открыл турнир по мини-футболу временно исполняющий обязанности председателя Республиканского совета Динамо Михаил Паныч. Он подчеркнул, что сегодня мы чтим спортивные традиции и подобные соревнования способствуют физическому развитию работников силовых структур и налаживанию дружеских отношений. Во-первых, это все для здоровья. Это выявление лучших команд, лучших спортсменов в республике по разным видам спорта. Общество Динамо – одно из лучших в нашей стране. Не зря ему присвоен орден Ленина и орден Александра Невского. Многие спортсмены становились и олимпийскими чемпионами мира, Европы, России. У нас есть олимпийский чемпион по гимнастике – это Василенко Дмитрий. Также бронзовый прессер по боксу Храчев Мурат. Каждая команда старалась из-за всех сил одержать победу в этом турнире. Каждый из нас серьезно готовился к этим соревнованиям. Так как только одна команда сможет занять чемпионскую ступеньку, пьедестал отмечает участники турнира по мини-футболу. Чуть-чуть дисциплинки, чуть-чуть эмоционального спада и все будет хорошо. Немножко где-то перегораем. Ребята чуть молодые, невозрастные. За счет эмоционального сбоя у нас бывают некоторые неповадки. Но я думаю, ребята большие, взрослые, мы все понимаем, все решим. И будем надеяться, что обязательно за победу мы будем бороться сегодня. Мы занимались, мы старались, мы тренировались. Мы старались как-то эмоционально себя настраивать на игру. Максимально стараемся дисциплинированно выступать на этих соревнованиях, чтобы впредь на будущее, когда ребята видели нашу команду и говорили, вот эти ребята дисциплинированы, они молодцы, они заслужили. Для нас, ветеранов МВД, это возможность попробовать свои силы и показать свое мастерство. И мы надеемся, что сможем достойно представить нашу команду, отмечают представители команды ветеранов органов внутренних дел. Планируем выиграть, сыграть достойно, если не получится выиграть. А так этот турнир важен не только для меня, для нашей команды, для всех. Все с нетерпением и с большими ожиданиями. Целый год, можно сказать, ждут этот турнир, проведения этого турнира. Спасибо организаторам. В итоге победителем турнира по мини-футболу стала команда управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Второе место завоевали футболисты МВД. И на третьем месте сотрудники погрануправления ФСБ. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян. Вести. Карачаево-Черкесия. Продолжение следует...